МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнор Жакен. Сегодня выпуски. Скончался легендарный карамайор, известный ветеран афганской войны. Легендарный военнослужащий Казахстана, полковник в отставке Борис Керимбаев. О его смерти стало известно утром 12 февраля. Карагандинских пациентов-хроников обучат контролировать свое заболевание и предотвращать осложнения. В первой поликлинике стартовала программа управления заболеваниями. 70 спортсменов из шести регионов встретились на карагандинском льду. В спортивном комплексе Акжултай стартовал Кубок Казахстана по фигурному катанию. Указом президента назначен новый министр внутренних дел. Им стал генерал-майор полиции Ирлан Тургумбаев. Об этом сообщает Агурда. Ранее Ирлан Тургумбаев занимал должность заместителя министра внутренних дел. Тургумбаев Ирлан Заманбекович родился в 1962 году. Трудовой стаж начинал с оперуполномоченного отделения уголовного розыска в городе Сарань Карагандинской области. Прежний министр внутренних дел Калмухамбет Касымов назначен помощником президента, секретарем Совета безопасности. 12 февраля на 1972 году жизни в госпитале Алматы скончался Керимбаев Борис Тукенович, ветеран афганской войны, командир мусульманского батальона, легендарный Карамайор. Своё знаменитое прозвище Карамайор Борис Керимбаев получил в Афганистане, будучи командиром 2-го так называемого мусульманского батальона. В январе 1981 года он был назначен командиром 177-го отдельного отряда специального назначения ГРУ. Батальон был сформирован из казахов, таджиков, узбеков, киргизов и был прозван мусульманским. В этом же году его подразделение было направлено в Афганистан. В конце мая 1982 года 177-й отдельный отряд спецназа получил задачу занять Паншерское ущелье. 30 дней должен был удержать ущелье отряд Карамайора. Вместо обещанных 30 суток батальон удерживал ущелье почти год. За голову Карамайора маджахеды обещали миллион долларов. В истории спецназа ГРУ отмечается, что отряд Бориса Керембаева выполнял наиболее ответственные задания. Он воевал в самых горячих точках Афганистана, на перевале Саланг, в Джалалабаде, под Кабулом и Баграмом. В феврале 1989 года отряд последним вышел из Афганистана. 15 февраля исполнится ровно 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В преддверии этого дня в учебных заведениях проводятся различные патриотические мероприятия. Одно из них состоялось в техническом университете. Гостями встречи стали участники Афганской войны. Айтпай Жуматаев – ветеран Афганской войны. Сражаясь в боях и оставаясь на волоске от смерти, он выполнял приказ советского правительства. Айтпай Жуматаев – живой пример храбрости, мужества и патриотизма. В Афганистан попал 30 июня 1981 года. Прослужил два года до июля 1983 года. 191-й отдельный мотострелковый полк, старший народ, автоматик, 2-й горно-штурмовый батальон, 5-й боевой рот. Обо всем этом гости рассказывали студентам Карагандинского государственного технического университета. Здесь состоялось мероприятие, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана. Встречу посетили председатель общественного объединения Ардагер и участники Афганской войны. Они рассказали о событиях времен, которые вселяли неподдельный страх в сердца людей и наполняли предсмертной отвагой. Как заявил Еил Басенаш, год молодежи, мы совместно работаем по акции «Сарбаз», «Жаз Сарбаз», «Ветераны Афганской войны», все это вместе взятые, есть патриотизм, то есть казахстанский патриотизм. Поэтому пользуюсь моментом коллективу Руководства Карагато, мы выражаем искреннюю благодарность через 30-летие года ограничен контингент советских войск из Афганистана за внимание и, так сказать, жизнедеятельность наших ветеранов Афганской войны. Поэтому всех поздравляю. Вывод войск с территории Афганистана ежегодно отмечают 15 февраля. Поскольку именно в этот день, в 1989 году, последние подразделения советских войск были выведены с территории Демократической Республики Афганистан на советский берег реки Амударья. Сегодня в этот день традиционно во многих городах участники войны, разбросанные по всему постсоветскому пространству, встречаются с однополчанами и молодежью, вспоминая боевых товарищей и ужасы афганских событий. Яна Габонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В карагандинских лечебных учреждениях внедряется программа управления заболеваниями. Программа дает пациентам возможность вместе с медработниками контролировать свое заболевание и предотвращать осложнения. В пилотном режиме программа управления заболеваниями действует в Казахстане с 2013 года. В Министерстве здравоохранения отмечают, что эксперимент признан успешным. Цель всей программы сводится к тому, чтобы пациенты вместе с медицинскими работниками контролировали свое хроническое заболевание и предотвращали осложнения. Первыми участниками стали больные артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточности и сахарным диабетом. В основе программы управления заболеваниями лежит мультидисциплинарный подход к пациентам. То есть помимо участковых врачей и участковых медицинских сестер, в лечении и наблюдении активно принимают участие медицинские сестры до врачебного кабинета, диспансерного кабинета, психологи, социальные работники. В данной программе очень важно, еще играет роль как самоменеджмент. Как раз-то этими занимаются психологи. Одним из основных условий – посещение школы здоровья, где пациенты будут обучаться навыкам оказания самопомощи. Предполагается введение дневника здоровья. Это даст специалисту возможность более точно выбирать методы лечения. Одним из первых участников программы стала пенсионерка Нелли Александровна Садовниченко. 11 лет она живет с сахарным диабетом. Благодаря этой программе Нелли Александровна не только периодически консультируется с узкими специалистами, но и бесплатно посещает бассейн. Мы ходим в здоровый клуб, плавание бесплатно на месяц. Очень хорошо как раз для диабетиков. И вес теряют, и здоровье. И если высокий сахар, надо говорить этому эндокринологу. Если высокий, то может появиться какие-нибудь раны, и потом ампутация будет. Сахарный диабет – норма 5,5 и 5,8. В Министерстве здравоохранения отмечают, что пилотный проект показал положительные изменения. В два раза уменьшилось количество экстренных госпитализаций среди пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью. У 75% пациентов с артериальной гипертензией отмечается стабилизация. Положительная динамика также отмечается у 65% диабетиков. Медики Первой городской больницы уверены, что и карагандинские пациенты благодаря этой программе смогут полноценно жить, несмотря на свой недуг. Андрей Тен, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Победим рак вместе. Маленькому карагандинцу требуется операция на мозге. Сделать ее готовы испанские врачи, но суммой в 100 тысяч евро родители малыша не располагают. Шанс на выздоровление Ильдану Баталову может подарить лишь сплоченность карагандинцев. Ильдану всего полтора года, а он уже перенес три операции и длительный курс химиотерапии. У мальчика диагностировали рак головного мозга. Сейчас ребенок с матерью находится в отделении онкологии Центра материнства и детства в Астане. Врачи Испании готовы удалить опухоль. Эта операция обойдется в 58 тысяч евро. Еще 40 тысяч понадобится для курса лучевой терапии в Германии. Родители маленького Ильдана просят неравнодушных людей помочь в сборе средств. Более 250 школьников наградили дипломами и медалями. В Караганде подвели итоги городского этапа Республиканской предметной Олимпиады. Торжественная церемония награждения прошла с участием преподавателей, родителей и представителей отдела образования. Президент на знак Алтын Белегаев. Торжественная часть мероприятия началась с награждения родителей школьников, которые 4 года подряд занимают призовые места в городской Олимпиаде. Таких одаренных школьников в нашем городе 25. В их числе Василий Хан. Ученик 11 класса гимназии номер 38 неизменно занимает почетное второе место в Олимпиаде по физике. Василий претендент на знак Алтын Белега, а также бронзовый призер чемпионата мира по тейквондо. Школьник отмечает, что эти успехи были бы невозможны без поддержки его родителей. Ну, прежде всего, это большая честь для меня здесь присутствовать, на этом награждении. И мне очень приятно то, что мои родители также здесь присутствуют. Очень приятно то, что их наградят. Это, прежде всего, их заслуга, потому что они мне складывают огромное количество сил своих и нервов. Выбрал я предмет физика не случайно. Все связано с тем, что мой отец также главный инженер. И у нас физмат-направление – это семейное, можно так сказать. В этом году участниками городского этапа Республиканской Олимпиады стали более полутора тысяч человек. 268 из них заняли призовые места. В ходе мероприятия их наградили дипломами, медалями и призами. Не остались без внимания и учителя, которые взрастили плеяду способных учеников. Стоит отметить, что карагандинцы сильны во многих предметах. Как отмечают специалисты отдела образования, осталось улучшить результаты в области химии, физики и информатики. Тогда нашей команде не будет равных. Призеров становится больше. Ежегодно на городском этапе становится больше призеров. И если говорить об областном этапе, то в этом году у нас 52 места. Это тоже на 4 больше, чем в прошлом году. И в этом году 14 ребят будут защищать в команде Карагандинской области уже честь области и города на республиканском этапе. Это большая динамика. Действительно, в этом году наших ребят на двое больше. Республиканская Олимпиада состоится в марте в Казаларде и Актобе. И родители, и учителя ждут от наших школьников только побед. Вот уже 12 лет Караганда носит звание лучшей олимпийской команды области. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 70 спортсменов из шести регионов встретились на Карагандинском льду. Сегодня стартовал Кубок Казахстана по фигурному катанию. В ближайшие два дня фигуристы представят короткую и произвольную программы судьям и болельщикам. Кубок Казахстана начался для Амина Айсултановой с досадной ошибки. Девушка упала с двойного акселя. Впрочем, любые соревнования сопровождают скользкий лед, обидные падения и, как следствие, слезы фигуристов. Несмотря на это, они продолжают упорно трудиться. Каждый сам находит причину двигаться вперед. Амину мотивирует ее любимая фигуристка Евгения Медведева и поддержка родителей. Меня мотивирует моя мама и папа. Они меня после каждого выступления утяжают. И тренер, конечно же, тоже. Мои дальнейшие планы – это я хочу изучить нормально, чтобы у меня был чистый дупель двойной. И несколько тройных прыжков – это сальхов, тулупов. Кубок Казахстана – вторые по значимости соревнования после чемпионата Казахстана. В этом году в нем принимают участие 70 фигуристов из Алматы, Астаны, Караганды и Восточно-Казахстанской области. Организаторы отмечают, что для развития отечественной школы фигурного катания необходимо пополнить штаб хорошими тренерами. В этом году мы каждый год проводим мастер-классы. В этом году мы тоже запланировали мастер-класс с приглашением преподавателей по фигурному катанию с Москвы, Санкт-Петербурга. Это у нас пройдет где-то, наверное, с 1 мая по 10 мая. Там планируют привезти тренеров, они будут как мастер-класс показывать, обучать наших тренеров, ну и детям показывать то, что новые какие-то движения, то есть новые технологии, элементы. Поэтому, ну, надеемся, что какой-то это будет плюс. По возможности, которые выделяются финансирование на фигуристов, конечно, этого не хватает. Поэтому здесь большое спасибо, хочу сказать, родителям, которые вносят свой вклад в развитие наших детей. К фигурному катанию никогда еще не было приковано столько внимания. Весь мир наблюдает за противостоянием японок и россиянок. Юниорги делают четверные прыжки. В этом виде спорта происходит самая настоящая революция. Не остался в стороне и Казахстан. Недавно наша одиноченица Элизабет Турсенбаева завоевала серебро чемпионата четырех континентов. Сейчас она работает на четверным с Альховым. Подрастает замена нашим прославленным фигуристам Элизабет и Денису. У отечественного фигурного катания есть будущее. Успехи уже виднеются на горизонте. Осталось лишь поддержать наших спортсменов. Ведь нет ничего приятнее проката, за которым наблюдают полные трибуны. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солмстер. Субтитры подогнал «Симон»